Вы сейчас сказали, что от Творца исходит только добро, постоянно. И из-за того, что мы состоим из противоположных свойствах ему, проявляется в нас это как зло. На прошлой неделе вы привели пример, что кому-то залезли в квартиру. К дочери. Вы сказали, что это тоже как подарок. Ну, когда я видел, что она плачет, я об этом ей сказал. Она говорила, где мои украшения. Ну, ты сам понимаешь, что за украшения. Это все даже не из золота, а бижутерия какая-то, глупости. Ну, не важно, что. Но это ущерб чувственный, как бы ворвались в мои границы. Ну да, если Творец несет лишь добро, зачем он залез? Хочет встряхнуть человека, обучить его, сделать его более чувствительным. Чувствительным к чему? К внешнему воздействию, к себе, к другим. Наверняка это хорошо. Я как раз обрадовался. Да. Это признак того, что она может продвигаться к ощущению ближнего, к связи с ближним, к связи с Творцом. Более мягким образом с одной стороны, а с другой стороны она проделала усилия для того, чтобы продвинуться. И вот в такой форме продвигают. Если говорится о человеке, который находится у нас. Если человек с улицы, то его тоже продвигают, но на иных ступенях. Но, разумеется, это ему на благо. Включая смерть, все на благо. Что значит смерть? Он завершил свой кругооборот, пришел к новому состоянию, к новым отношениям, к новым свойствам, к сумме свойств новых. и начинает их реализовывать. В принципе, нет, зла нет. Только действительно есть такие сильные страдания, когда больно слышать о них. Но от человека зависит, насколько он переводит их в приемлемую форму. Но все делает свет и клей. Нечего делать. Нам необходимо понять, что это закон неприходящий. И поэтому такие маленькие страдания, что там украли какие-то там цепочки из пластика, это встряхивает человека. И это хорошо. Это хорошо. То, что так воздействует на человека, ну, это нормально. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!